привет друзья добро пожаловать на мой канал и сегодня будет очередная мотивация для вас на создание уюта своими руками давно уже хотела навести в этих ящиках порядок и пересмотреть само хранение вещей в ящиках и начну я с первого ящика здесь у меня лежат кухонные ложки поварешки еще какая-то мелочь в общем избавлюсь от лишнего оставлю только чем пользуюсь достаточно часто чем пользуюсь редко уберу в другое место и для начала я выложу все из ящика помою сразу емкости в которых хранились раньше предметы чтобы все у меня было сразу тут чистенько аккуратненько после того как я перекрасила гарнитур многие комментаторы постоянно спрашивают почему вы не покрасили ящики внутри это же ужас как некрасиво друзья мои меня это не тревожит мне это не режет глаз возможно в дальнейшем когда у меня будет больше свободного времени я это и сделаю но пока мне в принципе хорошо и так и сейчас я немножко подремонтирую дно ящика она стала отходить и поэтому я решила забить козьики чтобы все было очень крепко и хочу постелить на дно вот такую пленку клеенку я не знаю как она точно называется покупала я ее fix price у меня кстати в холодильнике на каждой полочке лежит такая клеенка это очень удобно когда его нужно помыть вытащил помыл просушил и положил обратно и убираю из этого ящика которые разбираю части от миксера сейчас у меня планетарный миксер этим ручным я уже практически не пользуюсь но все-таки пока его оставила и посмотрите мне есть вот такие вот деревянные ложки и лопатки некоторые из них не очень дороги потому что делали мои мальчишки но к сожалению я раньше не знала как правильно ухаживать с деревянной посудой и они приобрели такой не очень красивый вид но пока я буду делать разделители буду я делать их из вот такой расклад кита это дощечка по правильному называется раскладка я специально зашла и спросила в магазин вот буду я делать ее съемной то есть ее можно будет вытащить и положить в другой ящик я приблизительно смотрю что где у меня будет лежать и вот так вот наверное я и оставлю и я приклею только сами части раскладки чтобы ее можно было вытаскивать и перемещать в другой ящик если захочется ну а теперь вернусь обратно к своим ложечкам захотелось мне их немножко обновить я их зашкуриваю наждачной бумагой это дело такое не скоро и внутреннее но мне захотелось очень поухаживать за посудой теперь я знаю как это делать правильно если у меня появится новая то с ней уже будет все хорошо на нибудь такого вида вот до какого состояния у меня получилось зашкурить и сейчас я хочу это все покрыть маслом покрывать я буду это маслом мартьянов это специальное масло которое предназначено для рабочих поверхностей и также буду добавлять в него колер цвета дуб я уже покрывала этим маслом подставку под доски которую я делала сами разделочные доски это видео есть у меня на канале выбрала цвет потемнее чтобы не было большого перехода видно на самих ложках и лопатках чтобы они были приблизительно все одного цвета и вот так получилось и мне результат очень нравится они теперь сочетаются с моими разделочными досками я их обработала маслом масло не бойтесь она впитается столько сколько нужно и оставила на сутки теперь приступаю ко второму ящику здесь у меня вообще ужас что творится я даже находила что-то новенькое для себя что я уже давно забыла в общем знаете в этот ящик у меня обычно кладется то что нужно быстро положить на кухне такое мелкое и вот именно закладывается в этот ящик поэтому я решила эту ситуацию изменить оттуда все убрать оставить там только все самое нужно остальное все выбросить или приложить куда-то в другое место здесь я тоже буду делать разделители тоже буду делать их съемными но здесь он получится этот разделитель более универсальный я оставлю с двух сторон сделаю также по бокам склею только боковые части с вот этими длинными частями а в середине я не буду склеивать эти разделители можно будет перемещать под размер предметов которые будут здесь лежать склеивать я их буду клеем момент столяр мне нравится этот клей он очень хорошо работает с деревом вот так приклеиваю здесь даже не нужны никакие держатели очень хорошо все держится вот и вот такую перекладинку тоже сделаю она у меня тоже будет съемной я видите еще в начало ящичка тоже поставила поперек перекладину поэтому у меня все стоит очень крепко и получается вот так то есть можно по-разному разложить как нравится и теперь сейчас я буду заполнять этот ящик не обязательно делать деревянные разделители можно сделать их из картона просто склеить их два в три слоя чтобы было прочнее и кстати я теперь есть в тик токи уют нижнее подчеркивание в нижнее подчеркивание доме я очень буду рада если вы заглянете на мою страничку ну и давайте посмотрим что же получилось в итоге пока изменениям подверглись только два ящика мне все нравится это очень удобно главное ничего лишнего лишь то чем я действительно пользуюсь теперь все под рукой теперь когда открываю ящик мне хорошо я чувствую себя комфортно уютно друзья мои заглянем во второй ящичек здесь тоже все чистенько аккуратненько постараюсь поддерживать ну и подписывайтесь на канал комментируйте ставьте пальчики вверх рада каждому из вас и до новых встреч пока пока удачи